Я, товарищ рабочий, к этой хлеборобской собственности С мальства ненависть имею Всё зло через неё Это правильно писали учёные товарищи Маркс и Эннельс А то и при советской власти люди, как свиньи у корыта Дерутся, пихаются, и всё из-за этой проклятой заразы В землю надо зарыться, а людей завлечь в колхоз Всё ближе к мировой революции Так? Наверное, с крепким нутром был мужик, а? На Руси всегда между смертью и позором выбирали смерть Да так-то на так, Сашок Только потом с головешки до топора начинать приходится Отчего у тебя на щеке пятно? Где? На правой щеке Забавно получается Ты меня даже не поглядел, а всё спрашиваешь Глянула, значит? Ожог это? Ожог В районе по крохам собирали У детишек не лишний кусок от эмали Как же, погорельцы! Советская власть добрая, она в беде не оставит У кого воруем? У себя же воруем! Так ведь и Россию растащить недолго Я лейтенант Я лейтенант Ну если верь, 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 наслужиться до лейтенанта надо не цыганскую голову на плечах Это уж как пить дать Почему не цыганскую? У цыган голова тоже круглая Имя режиссёра и актёра, Евгения Матвеева, навсегда вписано в историю советского и российского кинематографа А его фильмы «Цыган», «Любовь земная», «Судьба», «Особо важное задание», «Трилогия любить по-русски» и многие другие и в наши дни популярны у зрителей Карьера актёра развивалась стремительно, если бы не несчастный случай, который практически поставил крест на дальнейших съёмках Расскажем, как актёр нашёл способ продолжить карьеру, как роль Брежнева стала для него роковой И с какой женщиной прожил всю свою жизнь, несмотря на внебрачного ребёнка от Вии Артмана Евгений Матвеев родился 8 марта 1922 года в селе Новоукраинка Херсонской области Мама Надежда Фёдоровна была дочерью церковного старосты Отец Семён Калинович служил в Красной армии Он ушёл из семьи, когда мальчику было 4 года Надежда Фёдоровна с сыном вернулась в родное село, но воспитывала ребёнка без поддержки близких, которые не простили ей невенчанный брак с красноармейцем Немало страданий выпало и на долю самого Евгения В селе его считали незаконно рождённым и дразнили байстрюком, так называли внебрачных детей И даже сверстники его сторонились и не брали в свои игры Будучи неграмотной, Надежда Фёдоровна очень хотела, чтобы её сын вырос образованным Поэтому, когда мальчику исполнилось 7 лет, она перебралась в райцентр Цурупинск, где Женя пошёл в первый класс По воспоминаниям Матвеева, в нём с самых малых лет жила тяга к актёрству Неудивительно, что в школе Матвеев первым делом записался в драмкружок Закончив 8 классов, Матвеев отпросился у матери и перебрался в Херсон, где поступил на работу в областной драмтеатр Первое время он выходил в массовке, потом постепенно ему стали доверять более значительные роли В 1940 году в Херсон приехал с гастролями знаменитый артист Николай Черкасов Посмотрев несколько спектаклей местного театра, Черкасов обратил внимание на талантливого юношу И посоветовал ему ехать в Киев на курсы к режиссёру Александру Довженко Матвеев так и сделал И хотя набор на тот момент был завершён, на курсы его всё равно зачислили Однако вскоре вышло постановление, по которому обучение в киношколе становилось платным Денег у Матвеева не было Позже Евгений Семёнович признавался, что решил расстаться с жизнью, раз в ней не осталось места мечте Он пошёл на берег Днепра топиться, но по дороге увидел потерявшуюся голодную девочку и решил ей помочь В заботах о ребёнке парень забыл о своей беде, а наутро узнал, что Александр Довженко заплатил за учёбу нескольких перспективных учеников, включая Евгения Матвеева Однако поучиться на курсах Матвееву удалось всего год, началась Великая Отечественная война Попав на призывной пункт, Евгений получил направление в Тюменское военно-пехотное училище Закончив его и получив звание лейтенанта, Матвеев стал готовиться к отправке на фронт Но начальство решило, что талантливый молодой человек будет более полезен в тылу И Евгений оставили в том же училище преподавателем Матвеев один за другим писал рапорты, чтобы его отпустили бить фашистов Но побывать на фронте ему так и не пришлось И во время учёбы, и позже, работая преподавателем, Матвеев не забывал о своей мечте стать актёром Он активно участвовал в самодеятельности, выступал на всевозможных концертах На одном из таких выступлений Евгений обратил внимание на красивую девушку по имени Лида Которая замечательно исполняла народные песни и романсы Они познакомились и начали встречаться А спустя некоторое время поженились После окончания войны молодые обосновались в Тюмени, куда Матвеев сразу же вызвал свою маму В 1947 году у супругов родилась дочка Светлана После этого Матвеев стал крутиться с удвоенной силой Играл в театре, подрабатывал на радио, вёл несколько драм-кружков Через два года его пригласили на работу в Новосибирский драмтеатр «Красный факел», который тогда считался сибирским мхатом А ещё спустя пару лет на Матвеева обратил внимание художественный руководитель малого театра Михаил Царёв и предложил поступить к нему в труппу И в 1952 году семья Матвеевых перебралась в столицу В 1953 году состоялся дебют Матвеева в кино В фильме «Судьба Марины» ему достался небольшой эпизод Но даже эта незначительная работа не осталась незамеченной И вскоре на Евгения обрушился целый шквал предложений от режиссёров Да ещё каких Начиная с середины 50-х, в фильмографии Евгения Матвеева не было ни одной незначительной или проходной роли Сергей Судьбинин в комедии «Доброе утро», Андрей Лобанов в экранизации романа Даниила Гранина «Искатели» Константин Давыдов в драме «Дом, в котором я живу», главком Сорокин в трилогии «Хождение по мукам», Трофим в короткометражке «Жеребёнок», «Князь Дмитрий Нехлюдов», «Воскресение» и многие другие В 1959 году Матвеев сыграл одну из самых знаковых своих ролей Макара Нагульнова в картине «Поднятая целина», снятой по роману Михаила Шолохова Работа в этом фильме не только по-настоящему увлекла артиста, но и едва не стоила ему жизни, причём дважды Первый раз это произошло прямо во время съёмок эпизода, когда исключённый из партии Нагульнов мчится по степи на лошади Тело моё туго приклеилось к туловищу лошади, а душа звенела, пела, куда-то вырывалась из груди Это упоение, это счастье Но, не доезжая 10-15 метров до камеры, лошадь, неожиданно для всех, и главное, конечно, для меня, рванула в сторону, я брякнулся на землю А нога осталась в стремени, рассказывал Матвеев Прежде чем взбешённого от скачки коня остановили, он успел протащить артиста по земле Когда Евгения привезли в больницу, оказалось, что у него порваны два мениска в левом колене К счастью, члены съёмочной группы не доверились местным докторам, а отправили Матвеева в Москву, где ему успешно сделали операцию Ещё худшая история случилась во время фестивалей «Товарищ кино» в 1965 году в городе Николаеве, где Матвеев в образе Макара Нагульного ехал на запряжённой лошадьми тачанке И опять кони испугались включённого на стадионе света, понеслись, тачанка развалилась, Матвеев пролетел 8 метров по воздуху, упал после долгого лечения, его выписали из больницы инвалидам третьей группы Хотели дать вторую, но это бы значило, что он не имеет права работать Матвеев еле уговорил врачей не ломать ему карьеру Врач, делавший Евгению операцию, настоятельно рекомендовал ему сменить профессию Но Евгений сам это отлично понимал Выходить на сцену он уже не мог, поэтому сразу же написал заявление об уходе из театра Кроме того, он был уверен, что кинорежиссёры тоже не рискнут приглашать актёра-инвалида Оставался один выход – самому становиться режиссёром После выхода из больницы, ещё не восстановив здоровье, Матвеев всё же вернулся в кино, снявшись в драме «Родная кровь» На съёмках «Родной крови» у Матвеева вспыхнул роман с актрисой Вией Артмане Вия забеременела от Матвеева и родила дочь, но рушить свои семьи они не стали От идей попробовать себя в режиссуре Матвеев тоже не отказался Возможность дебютировать ему предоставила киностудия имени Довженко, где Матвеев снял цыгана по повести Анатолия Калинина, где сам сыграл главного героя – цыгана Будулая Глядя на безудержный танец Будулая, зрители не догадывались, что актёр терял сознание от боли после каждого дубля Ведь после травмы он носил корсет и хромал на одну ногу Фильм «Цыган» был тепло встречен зрителями и получил несколько наград на кинофестивалях Эта победа окрылила Матвеева, он понял, что нашёл дело своей жизни С 1968 года он стал штатным режиссёром киностудии «Мосфильм» В 70-е и 80-е годы на экраны стали одна за другой выходить картины Матвеева-режиссёра «Почтовый роман», «Смертный враг», «Любовь земная», «Судьба», «Особо важное задание», «Бешеные деньги», «Победа», «Время сыновей» В 1974 году Евгению Матвееву было присвоено звание народного артиста СССР Ещё через два года он был выбран секретарём правления Союза кинематографистов СССР Этот высокий пост он занимал 10 лет, вплоть до скандального Пятого съезда, который едва не привёл артиста к самоубийству Дело в том, что после успеха «Цыгана» режиссёры поняли, что Матвеев вполне может сниматься И тут же начали приглашать его в свои картины Самыми яркими работами Матвеева периода 70-х и 80-х годов, помимо своих собственных Стали фильмы «Фронт в тылу врага», «Сибирячка», «Укращение огня», «Высокое звание», «Емельян Пугачёв», «Завещание» и другие Но были среди ролей, сыгранных артистом, были нелюбимые, навязанные ему свыше Например, в фильме «Солдаты свободы», рассказывающем о хронике событий Второй мировой войны Ему пришлось играть роль молодого Леонида Ильича Брежнева Режиссёр Юрий Озеров, снимавший эту киноэпопею, был уверен, что Матвеев обрадуется «Ещё бы, такая честь» Но артист не только не обрадовался, а начал искать любую возможность, чтобы отказаться от роли По словам Матвеева, первым делом он отправился к генеральному директору Моссфильма Но тот его слушать не стал В попытках отказаться от съёмок в «Солдатах свободы» Матвеев дошёл до самых высших инстанций И везде слышал один ответ Все исполнители утверждены на уровне ЦК, обсуждать тут нечего В киношной среде все знали, что Матвеева заставили играть Брежнева И тем не менее, через 10 лет, на пятом съезде Союза кинематографистов, ему припомнили этот грех А заодно добавили и другие, снимал лакировочные фильмы, был обласкан руководством страны, незаслуженно получал премии и награды Матвеева и некоторых других киношников старого поколения с треском выгнали из Союза кинематографистов После этого он не только не мог заставить себя взяться за кинокамеру, но даже всерьёз подумывал свести счёты с жизнью Я действительно хотел покончить с собой, удержала только то, что у меня есть семья, рассказывал впоследствии артист И это была правда, любимая жена, дети и внуки всегда очень много значили для Матвеева И оставить их на произвол судьбы он никак не мог По словам Светланы Матвеевой, Лидия Алексеевна всю жизнь была для мужа настоящим ангелом-хранителем Когда-то, в Тюмени, а потом в Новосибирске, она считалась очень популярной певицей В Москве Лидия тоже могла бы стать солисткой и сделать блестящую карьеру Но женщина понимала, что в этом случае дети В 1967 году у супругов родился сын Андрей, будут без присмотра, а дом – бесхозным Поэтому супруга Евгения Матвеева осознанно посвятила себя семье А поскольку тогда зарплаты мужа катастрофически не хватало, Лидия устроилась работать в хор при Большом театре и прослужила там всю жизнь Вновь на экраны Матвеев вернулся только в 1995 году вместе с фильмом «Любить по-русски», в котором он был режиссером и исполнителем главной роли Для переживающего не самые лучшие времена российского кинематографа, новая работа Евгения Матвеева стала настоящей сенсацией Премьера картины состоялась в столичном кинотеатре «Космос» при полном аншлаге А в кинопрокате 1995 года «Любить по-русски» занял первое место По воспоминаниям Светланы Матвеевой, Евгений всю жизнь работал на износ Снимал фильмы, снимался у других режиссеров, руководил мастерской во ВГИКе, ездил по выступлениям, писал сценарии И только о своем здоровье всегда почему-то забывал А оно с каждым годом становилось все хуже и хуже Когда по настоянию жены и детей Матвеев лег на обследование, было уже слишком поздно Врачи диагностировали рак легких в последней неоперабельной стадии И родных предупредили, максимум что ему осталось, это полгода Самому же Евгению сказали, что у него тяжелый хронический бронхит и требуется длительное лечение Но артист, конечно же, догадался в чем дело Узнав, что муж неизлечимо болен, Лидия ни на минуту не оставляла его одного Сын, дочка и внуки тоже приезжали в больницу практически ежедневно В мае 2003 года врачи сказали, что вот-вот назначит артисту новое лечение И в сердцах у родных затеплилась надежда По словам Светланы, 1 июня все, как обычно, собрались в палате Евгения Семеновича Разговаривали, смеялись, рассказывали о домашних делах И даже не думали, что видит своего мужа, отца и деда в последний раз Потом папа пошел покурить, вернулся, сел на кровать и вдруг повалился назад Мы стояли рядом, пораженные Это настолько было внезапно У него вдруг прекратилось дыхание, я пыталась нащупать пульс, держала его за руки Смотрю ему в лицо и вижу, как тускнеют глаза Этот момент я не забуду никогда, рассказывала Светлана Лидия Алексеевна, с которой Матвеев был вместе 56 лет, пережила его на 14 лет И ушла из жизни в апреле 2017 года Еще раньше, в 2008 году, в автокатастрофе погиб их сын Андрей Кстати, никто из детей и внуков не пошел по стопам своего знаменитого предка И не связал свою жизнь с искусством Но, как говорит Светлана Матвеева, Евгений Семенович этому бы только обрадовался Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!